Всем привет! Очередная история жизни из антологии составителя Анатолия Заколов поэта Первой мировой войны. Сегодня вам расскажу о поэте Василии Насеткини. Родился в 1895 году в деревне Веровка в Уфимской губернии, в крестьянской семье. Окончил сельскую школу, потом семинарию, но видимо подавал надежды и был достаточно умный человек и поступил на физико-математический факультет Московского университета. Вскоре перешел в университет имени Шанявского, где познакомился с Сергеем Есениным. Они дружили. В 1915 году пошел в армию добровольцем, участвовал в Первой мировой войне. Был контужен, попал в плен к немцам, но удалось ему бежать из плена. Учился в Алексеевском юнкерском училище. В 17-м году выступил на стороне большевиков в Московском восстании. Был членом военно-совета, комиссаром полка. В 20-х-23-х годах воевал в Туркестане. Какая судьба у человека. В 23-м году поступил в Высший литературно-художественный институт имени Брюсова. Печатался, входил в литературную группу «Перевал». Работал нештатным редактором журнала «Город и деревня». Публиковал свои стихи в газете «Правда» в 1919 году. Печатался в центральных журналах, альманахах. Публиковал несколько рассказов и книг и воспоминаний о Есении. Но вот практически у всех одинаковая судьба. Так вот читаешь, перебираешь. В 1937 году был арестован и через год, 15 марта, был расстрелян вместе с другим крестьянским поэтом и, кстати, другом Есенина Тром Орешкин. В 1956 году реабилитирован судьба. Ну ладно, давайте немножко стихов. Итак, вот первое стихотворение, но без названия. В поле голос чей-то долго не сносен. На унылой флейте заиграла осень. Темные прохлады веет с поднебесья. Что ж тебе надо, жалобная песня? Или жалко лето, голубую пору. Ах, осенней флейтой буду сам я скоро. Стоит подпись, 1927 год. Почему-то как-то перекликается с есенинскими стихами, мне кажется. Так, дальше. Какой веселый легкий небосвод. Уносит тучки, помыслы и сроки. Я час-другой смотрю туда. И вот поймал их тень и спрятал в эти строки. Хе, простое, красивое творение. Не тридцать первый год. Вот тридцать второй год уже. Пожаре дневной жестоко. Друг о мире не суди. Видишь, ночь идет с востока. Желтая роза на груди. Тихо светит мир у розы. Машет ветер, как лоза. Бесконечно синим, крезой зажигая нам глаза. Тридцать второй год. Вот еще одно стихотворение. Что это? Шорох прибоя? Шелест березовый чаще. Глянул в окно. Голубой. Глянул? Какое счастье! Жив я и мудро на свете. Небо имею и землю. А заиграет ветер. То есть ступление в нем. А как набухнут тучи. С громом опустят воду. Этих мгновений лучше нет. И не будет сроду. Где-то далеко сети. Дождь распустил, как снится. Это танцуют дети. Те, что должны родиться. Обалденные, да? Это танцуют дети. Те, что должны родиться. Красиво. Очень красиво. Вот еще одно стихотворение. Я не хотел его читать. Но думаю, что есть смысл прочитать. Называется она вокзал. Часов электрических взмахи. Людьми управляет и тут. Роняя надежды и страхи. Железных улыбок минут. Сраженные той же улыбкой. Как будто с предсмертной тоски. То грубо, то жалобно, хлипко. За окном воют гудки. И машет качается время. Лицом пожелтевшей луны. А где-то за стрелками дремлет. Хребты глубой тишины. А в залах гудения и шорох. И воздух волнистый рябой. Но в жестах, в словах и во взорах. Хранит свою тайну любой. Пора. И зияющих выход. И в ночь обреченный вагон. Уселись. И стало вдруг тихо. И тихо качнулся перрон. И вот в дребезжание и хрусте. Сквозь мглу и сугробу и ширь. Немного тальянки и грусти. Пять верст от Москвы и Сибирь. Красивое створение. Часов электрические забахи. Людьми управляет. Да. Красиво. Ну, собственно говоря, вот и все. Познакомил я вас с поэтом Василием Насеткиным. Он прородился в 1895 году. В 1937 году был расстрелян. Судьба человека. Таких судьб миллиона, наверное. Натворили, конечно, таких дел, что жутяки. Ну, ладно. Все это, как и целирика. Все. Всем пока. Всем привет. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok